Расскажите пару слов о себе. Меня зовут Наталья, я работаю акушером-гинекологом. Уже в течение 12 лет и последние 2 года я живу в Германии. Работаю врачом. Наталья, такой вопрос. На что вы обращаете внимание при выборе стоматолога? Качество, опыт, безопасность или отзыв? Или что-то другое лично для вас? Что для вас важно? В выборе стоматолога. Естественно. Ну, как правило, я выбираю, конечно, любого врача, не только стоматолога, но, как многие, я думаю, по сарафанному радио. Это работает и за границей так же. То есть отзывы коллег, отзывы друзей, которые были уже у этого врача, остались довольны. Особенно если эти знакомые разбираются в медицине и являются врачами, конечно, их мнение для меня важно. Я к нему прислушиваюсь и на основании опыта других людей делаю тоже какой-то свой выбор. Как правило, это действительно сарафанное радио, по которому я выбираю врача, а не какая-то незнакомая клиника, где я никого не знаю, ничего о ней не знаю, потому что это достаточно опасно так выбирать в наше время клинику врача. Можно получить некачественные услуги и потерять деньги. Конечно. То есть я так понял, что обращать внимание на отзывы? Да, отзывы своих хороших знакомых и друзей. Особенно если это люди, связанные с медициной. То есть они более, как правило, разбираются хорошо в услугах. Вопрос. Прежде чем оставить выбор, вы обращаетесь в другие клиники, чтобы быть более информированным? Если я сомневаюсь в том, что мне сказали, мне этот ответ не кажется компетентным, да, я могу так делать, но я не всегда так делаю. Скажите, а вот лечение зубов не всегда приятное, как говорится? Процедура. Процедура, да. Как лично вы готовитесь к этому? Ну, так как у меня много проблем с зубами по жизни, к сожалению, так сложилось. Не сплю до утра? Нет, я не сплю до утра. Наверное, я к этому привыкла. То есть человек, который постоянно посещает стоматолога и какие-то процедуры там постоянно делает, уже к этому привыкает и не требуется какой-то спецморальной подготовки. Но, как правило, я скажу также про свой заграничный опыт, большое внимание уделяется обезболиванию, и ты можешь быть всегда спокойным, что тебя обезболит, а в принципе это то, чего всему боятся. Люди боятся у стоматолога боли в основном. Это ли вы сами врач, да, по профессии врач. Вот скажите, что вы советуете нашим подписчикам, людям, которые будут смотреть на вас, на наше интервью с вами? Что вы советуете? Вот человек окончательно, чтобы смотрел на вас, на меня и сказал, вот я пойду, буду читать отзывы и пойду к какому-то доктору. Или просто пойти посоветоваться каким-то по разным врачам. Вот что вы советуете? Вот скажите, как потребитель и как врач? Я думаю, во-первых, прислушиваться к тому, что тебе рассказывают, насколько убедительно до тебя доносит информация, если врач может вам объяснить, что и зачем он делает, и почему именно так, то есть какая-то доказательная база должна быть, а не просто вот так и все, и платите мне деньги. Это не разговор. То есть я считаю, что наша задача как врачей, в общем-то, в любой специальности, донести, почему мы это делаем, почему я считаю так, да, мое мнение может отличаться от мнения других врачей, но я всегда могу обосновать свою точку зрения, почему я так делаю, зачем я так делаю, какие это будет иметь перспективы. И я должна это в доступной форме донести пациенту, это важно. Если пациент понимает, зачем и что это делается, как правило, если ты хорошо объясняешь это, люди все понимают, что и зачем. И в принципе уже второе, третье, десятое мнение не нужно, если человеку все понятно. Часто эта недосказанность, недообъясненность ведет человека к каким-то другим врачам и к другим выборам. Я так считаю. А вопрос, вот вы при выборе стоматолога врача, в общем, даже не стоматолог, личность врача важна для вас? Личность любого человека важна, потому что насколько бы грамотным не был врач, если он неприятен как человек, наверное, я не вернусь к этому врачу, естественно. Понятно, долго не буду мочить вас. Последний вопрос. Вы относитесь к категории людей, кто думает, что если услуга дорогая, значит, она качественная? Эти понятия не коррелируют. Для вас нет? Для меня нет. Так что услуга может быть качественная и средняя, скажем, оплачиваемая, да, а может быть очень дорогая и конкретно этому пациенту, возможно, не совсем нужная. То есть здесь это очень такой скользкий вопрос. Это может быть оправдано, это может быть не всегда оправдано и можно найти альтернативу, которая будет чуть дешевле, но не так дорого стоить и не так, возможно, нужна пациенту. Потому что медицина, это наука неточная, как мы все знаем, это не математика. И иногда при одном и том же случае можно несколько вариантов лечения разложить, и они будут разными. Но они имеют место быть для этого пациента. Понятно. Спасибо большое. Не за что.